Привет всем! Сегодня у нас будет на распаковке кассета Sony UX Turbo 46. До 1995 года у меня, наверное, была вот эта вот кассета, единственная хромовая, лучшая на тот момент, кассета, которой досталась, когда отец покупал вишневую шестерку в 1995 году, и она осталась как раз в аудиосистеме автомобиля. Как раз именно эта пленка предназначалась для Car Stereos, для автомобильных стереосистем. Здесь корпус, вот, Newly Developed Heat Resistance Cassette Shell and a Case Foreign Car Tape Protection. То есть, здесь со свойствами от высоких температур воздействия, здесь как раз и сам корпус кассеты, и сам кейс. Вот. Пленка здесь UXS Tape for Digital Recording. То есть, в принципе, я уже записывал на такую кассету недавно, показала она себя очень хорошо, только единственное, я ее записывал на АК и Диатон. Сейчас я буду записывать ее на Пионере, с Авто БЛЕ. Вот, сейчас распакуем эту кассетку, посмотрим, что там внутри. Вот. Так, ну что у нас тут? Не просто, хотя стандартный способ открывания. Так, все, посмотрим, так она откроется. Не факт. Давайте это откроем воровским способом. Вот. Видите, немножко тут со временем придется почистить корпус от пленки упаковочной. Сама кассета здесь, видите, большие бобины, катушки. Все-таки версия 46. То есть, да, тогда еще делали. Корпус, видите, уже приклеен. То есть, вот, наверное, единственный, возможно, минус. Хотя, опять же, говорили, что при лазерной сварке свойства корпуса намного лучше ведут себя в плане записи. Стандартная здесь наклейка. Кстати, тоже написано, что она специально сделана для автомобилей в стерео. Какие-то, видимо, тоже heat resistance свойства от температуры. Вот. Ну и обычные. Японская версия. Это 1991 год модельный ряд. То есть, классная кассета. Действительно, уже записывал. Звучит все очень убедительно. Все, спасибо за внимание. Процесс записи, я думаю, запишу. Пока.